Прочесть человека как живую книгу. Такой необычный проект привезли в Брест координаторы компании. Отличие своеобразной библиотеки от обычного книгохранилища лишь в том, что ее книги – живые люди со своими реальными жизненными историями. На площадке для диалога встретились язычник, феминистка, мать, воспитывающая ребенка-аутиста, человек, перенесший трансплантацию и инваспортсменка. Страницы таких непростых судеб предложили полистать организаторы проекта ее участникам. У меня ребенок, особенно у него аутизм, причем аутизм такой глубокий. Это не просто ребенок, который отстранен, он даже у меня только-только начинает говорить в свои 9 лет сейчас. Многие люди вообще не знают, что это такое аутизм. Вот они где-то там слышали звон, но не знают, где он. Насмотрятся фильмы, где такие талантливые люди, типа Temple Grading, и считают, что это просто такой невоспитанный ребенок или что-то еще. А вот быть книгой, это значит открыто ответить на вопросы, которые тебе зададут по поводу аутизма. А процесс чтения – это обычный разговор, без каких-либо барьеров, ограничений и стигм, разрушение стереотипов и продвижение идей равных возможностей. Главная миссия инициативы. Книга, самый главный участник мероприятия – это человек, который представляет собой какой-то стереотип, какую-то редкую профессию, какие-то взгляды на жизнь, стигматизируется каким-то образом в нашем обществе. В общем, чем-то отличается от других. Мы вот анонсируем обычно, что мы организуем с устройством иншим, другой в смысле, чем-то отличающимся от меня, но такой же, как я, который точно так же, как и я, кушает, пьет, ходит и так далее. Такая философская концепция, к которой мы вот сейчас пришли. В первую очередь, живая библиотека дарит возможность каждому, кто проявит интерес, узнать больше о людях, которые не совсем похожи на нас, а во-вторых, хочут быть толерантными. Ведь это именно то, чего порой так не хватает современному обществу – духовности и душевности, толерантности и понимания, воспитанности. Называется постсоветский синдром. В советские времена люди с инвалидностью были как бы изолированы от общества, не было доступного транспорта, дети с инвалидностью учились отдельно от здоровых детей. И вот пришло время дать понять, что люди с инвалидностью – это тоже такие же самые члены общества, у которых есть и родственники, у которых есть и друзья, у которых есть потребности, те же, что и у всех людей. Для слов особенной, больной, не такой, как все, инвалид, другой, со странностями, здесь, на площадке живой библиотеки, участники находят альтернативные, с изюминкой, интересной, запоминающейся и необычной. Такой формат работы позволяет людям-книгам стать раскрепощеннее в современных реалиях, а своеобразным читателям, то есть обычным людям, быть терпимее. Мало посмотреть передачи. Есть вопросы, которые не в каждой передаче, не в каждом фильме, можно найти ответ на эти вопросы, а можно просто подойти и спросить. То есть здесь такая обстановка, что можно прямо и аккуратно спросить про таких людей. Капля точит не силой, а частотой падения, а потому любые мероприятия, направленные на социализацию, инклюзию, улучшение понимания и осознание того факта, что люди бывают разными, обязательно дадут свои плоды. Это убеждение координаторов проекта. Само мероприятие работает на очень долгосрочную перспективу. Если мы сегодня приглашаем людей, которые сегодня подвергаются очень серьезной дискриминации, их очень сильно притесняют в обществе, или в другой раз люди даже не замечают, что они этого делают, мы просто надеемся на то, что через 50 лет этого уже не будет. Но будут другие, и с ними тоже нужно будет работать, потому что поэтому такой постоянный процесс. Понять, принять и помочь тем, кто как-то отличается от других, независимо от статуса в обществе, увлечений, профессии и вероисповеданий. Найти общий язык – дело не только государства и волонтеров, но и обычных людей. Ведь всех нас учат с самого малого возраста не судить о книге по обложке, а людей по одежке.